Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Витарган177. Сегодня у нас будет на обзоре МАЗ 500 серии. То есть это пак МАЗов, состоящий из трех автомобилей. Автором данного моды у нас является, ну автором данных моделей у нас является Покемон. Вот, но при всем при этом, ребята, у нас есть описание. Да по большему счету весь обзор будет основан на описании к этому моду, к этому паку автомобилей. Вот, ну небольшой, так скажем, пролог, да? Перед тем, как приступим к обзору. Рад представить вашему вниманию пак грузовиков МАЗ 500 серии для спинтайра и смодраня. Пак был очень популярен в старой версии игры и вот наконец готово его обновление для новой версии. Правда обновлением назвать его трудно, так как практически все было сделано заново. Практически полностью новые модели, новые текстуры под них, новые настройки, анимации. И, конечно, все новые возможности модранер. Наслаждайтесь. Ну а теперь к каждому автомобилю с индивидуальным подходом, так что, ребята, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Первый у нас на очереди МАЗ 504В. Сидельный тягач с колесной формулой 4х2. Короткой базой и мощным двигателем ЕМЗ-238. На автомобиль заранее установлено сидельное сцепное устройство. Машина имеет широкий набор собственных полуприцепов. 30 прицепа на шасси МАЗ-5205 и опытный полуприцеп цистерну на шасси МАЗ-5215. Кроме того, тягач совместен с полуприцепами МАЗ-5232Б на Инами 790 и с баком МАЗ-200 при его наличии в подписках. Из аддонов доступно лишь запасное колесо. Позволяет возить 3 и 4 очка бревен, топливо, ремчасти и гаражные части. Проходимость невысокая, особенно в незагруженном состоянии. Езда на 504 по дорогам спинтайра с настоящей хардкор для опытных водителей. Следующий на очереди МАЗ-509А. Лесовоз. Разработан заводом МАЗ еще в 1966 году. 509П. И пришедший на смену устаревшему МАЗ-501. Модификация МАЗ-509А пошла в серию в 1977 году. Колесная формула 4х4. Двигатель ЕМЗ-236. На машине заранее установлена лесовозная платформа и доступно 3 вида распуска. Длинный складной, длинный управляемый на тросах и короткий управляемый на тросах. Из аддонов дополнительный бак с запаской на раму и запаской за кабину. Позволяет возить 4 и 6 очков бревен. Отличная проходимость. Ну что, ребят, остался последний автомобиль из этого замечательного пака. А именно остался у нас МАЗ-515Б. Наверное, ну, лично мною самый долгожданный автомобиль, наверное, из всего пака. Но он был самый востребованный в игре Спин Тайрес. Ну, лично для меня он был самый востребованный. И, наверное, еще так же для компании, из которой я проходил карты в игре Спин Тайрес. Вот. То есть, всегда сидя в комнате, там, в этой Дискорде, да, и собираясь на карту для неполноприводного автомобиля, сидя в одном углу этой самой комнаты Дискорда и крикнув, какой же мы автомобиль возьмем на карту для неполного привода, вот, то буквально вот сразу же слышишь в ответ, что, конечно же, 515Б от Покемона. Тут как бы просто даже нет всяких сомнений. Карта для неполного привода МАЗ-515Б от Покемона. Это, наверное, что-то такое реально... Ну, что одно без другого существовать не может. Поэтому, ребят, продолжаем наш обзор. Смотрите видосик, я думаю, вам он понравится. МАЗ-515Б. Сидельный тягач с колесной формулой 6х4 и двигателем ЕМЗ-238. В моде данный грузовик является собирательным образом моделей 514, 515 и 516, за счет чего имеет самый широкий функционал. Из аддонов доступны сцепка и полуприцепы МАЗ-5205. и МАЗ-941. Бортовая платформа, лесовозная платформа с краном, дефолт. Цистерна, тент, контейнер, сервисная бортовая платформа. Также доступны аддоны, запаска за кабину, запаска на раму и дополнительный бак. Проходимость средняя. И в заключение, что бы я хотел бы сказать. Ну, блин, я не знаю. На самом деле добавлять, наверное, даже и нечего. Сами прекрасно все видели. Сами прекрасно все знаете. Я больше чем уверен, что большая часть людей уже вообще скачала этот мод, этот пак модов и сами протестировали. Возможно, уже какие-то карты проходят, либо прошли. И, ну, пак на самом деле годный. Ну, тут ничего не добавит. Человек, я имею в виду покемона, работал над этим паком очень долго. То есть это не какой-то банальный конверт, как зачастую бывает. Да, это, ну, на самом деле очень грандиозная, большая, проделанная работа. Как уже было, в принципе, сказано еще в начале данного ролика. Поэтому, ребят, нужно отнать должное по-любому. Да, то есть данный мод опубликован в воркшопе в стиме. Да, то есть обязательно рекомендую поставить там лайк. Также рекомендую добавить его в избранное, чтобы он был у вас всегда под рукой. Также для тех, у кого пиратская версия игры, можете скачать этот мод на сайте СТМОДС непосредственно автором. Этот мод был там опубликован. Также, безусловно, на наш сайт Itargan & Company этот мод будет загружен со всеми возможными ссылочками. Как в воркшоп, так и, собственно говоря, на файлы обменник. Абсолютно любой и каждый может стать счастливым обладателем этого прекрасного пака МАЗов. Ну, и на этом я заканчиваю, ребят. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. На мои каналы, я даже сказал бы, у меня их два, если что. Один для стримов, другой для обзоров. Вот. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. И заходите на наш сайт Itargan & Company. Ссылки на все эти ресурсы, ребят, под видео. Всем спасибо. Всем пока.